всем привет сегодня немножко не по плану пошло эрвин должен был первый выступать я не рассчитывал что я буду первый но я думаю что все получится если что да мой доклад не про код такой немножко более жизненный сегодня поговорим про кипя и в софтвердвелопмент командах это всегда очень актуальная и очень деликатная некоторых моментах тема целью моего доклада является не рассказать вам про какие-то теоретические основы какие бывают kpi как правильно использовать какие могут быть от этого результаты целью доклада является показать вам что есть и обратная сторона медали которая отлично от некого идеального кода идеальной архитектуры в наших проектах всегда есть какие-то ограничения такие как сроки бюджет скуп и всегда важно соблюдать здравый смысл в любом проекте и при когда мы думаем о потенциальной поддержке нашего проекта в будущем мы должны помнить об этих проектных ограничениях я лично знаю разработчиков которые думая о потенциальной поддержке проекта в будущем переписывают свой код три более раз что является просто некоторым безумием кстати как много разработчиков здесь большинство остальные это менеджеры окей тема моего доклада довольно холиварная поэтому я сразу говорить что не претендую на научное исследование и все рассказано это наш персональный опыт который мы приобрели на протяжении длительного периода времени это около 9 лет на данный момент если вы хотите что-то подобное использовать ваших компаниях то всегда нужно оценивать необходимость действительно необходимость этого нельзя слепо брать какой-то шаблон и применять его под ваши команды под ваши организации всегда нужно адаптировать под особенности команды и компании прежде чем мы перейдем к основной теме я бы хотел сказать пару слов о себе кстати кто-нибудь знает вот этого человека на втором фото в центре ну алды здесь да это лари вал как бы сказал антон олдскул и свело в общем-то аудитория не такая наверно олдскульная как я да меня зовут сергей сбович я сетево бамбу отжал у меня довольно большой опыт руководства идти командами на данный момент у меня порядка шести распределенных команд и около 40 человек моим юнити что я делаю я создаю мотивирую высокоэффективные команды разработки это основной основная задача и цель для меня мой background это бэкэнд как можно догадаться я провел довольно много времени в первом инвайроннете я по-прежнему пишу код сейчас основной стек это gs и так для чего же нам нужны кипя и нужны ли они на самом деле вот расскажите у кого в компаниях используется теперь для команд разработки есть у кого-нибудь одна рука две три я немножко позже буду рассказывать про это поэтому наверное мы тогда просто послушаем и поймем на самом деле я работал с так называемой системы кипя и очень давно это начиналось еще в те времена когда это были кипя это просто мерилось какими-то субъективными метриками такими как количество выполненных задач за предыдущий месяц отсутствие какого-то негативного фидбэка от коллег за предыдущий месяц и другие забавные вещи что такое теперь иногда это выглядит как очередная корпоративная чушь и очередная выдумка менеджеров о том как повышать производительность потому что это очень модно и важно повышать производительность на самом деле мне нравится описание в котором кипя и описываются картой помогающие определить нам прогресс на наш прогресс на пути конечно каждый из нас предпочел бы работать без каких-либо кипя и вообще это абсолютно очевидно вы наверняка слышали много историй о том как кипя и должны соответствовать целям организации каких-нибудь десяти типичных ошибках применения кипя и так далее но я не буду останавливаться на этой теоретической части я расскажу о том опыте которые мы получили на протяжении довольно длительного периода времени да также есть много забавных историй о том как кипя и могут быть использованы против организации и я знаю про одну такую историю это было довольно давно в одной большой телеком компании их перформански пи были хакнуты их же разработчиками которые за хардкодили в рандомных местах кода код слип в какое-то количество секунд и затем удаляя это постепенно или заменяя на меньшее количество секунд они просто репортили о повышении производительность и вот возвращаясь к вопросу зачем нам нужны кипя и и потом дальше покажем кто такие мы или не мы и все стороны этого вопроса причин может быть масса их можно увидеть например на этом слайде но вся правда в том что это был мой босс который первый меня спросил почему мы не используем кипя и для того чтобы трекать производительность сотрудник труда сотрудников и оценивать ее как я уже говорил мы не использовали ничего все было очень субъективно на этом этапе мы провели исследование чтобы собрать лучшие практики и адаптировать их для нашей команды основная идея заключалась в том чтобы соединить кипя и как метриги с уровнем компенсации сотрудников внедряя таким образом что-то типа системы бонусов очень боялись что люди не примут такой подход вообще во первых это очень деликатная тема во вторых люди всегда боятся каких-либо изменений особенно если эти изменения касаются их уровня вознаграждения но нам действительно было важно заменить старую систему из-за ее предвзятости я могу сказать что на этом этапе это не было слишком сложно потому что у нас было всего около пяти человек и мы задались целью и в итоге сделать личные кипя идентичными кипя и компании и показать людям что это делается не для того чтобы ущемить их в правах для того чтобы действительно мерить эффективность нас как команды и дать возможность каждому зарабатывать больше возможно и реализовать свои амбиции как много компаний используют что-то подобное у себя для пойти команд я хотел бы вам показать результаты исследований и статистику было бы очень здорово показать какие-то цифры и проценты основанные на компетентных исследованиях но я не нашел ничего релевантного статистики по использованию кипя и тем более по их корреляции системы вознаграждения в открытом доступе просто нет здесь здесь поэтому вернемся к нашему случаю и будем рассматривать его как кейс стадии это лишь типичный список кипя обычно используемых в software development командах я не буду вдаваться в подробности я уверен что большинство из вас знакомо с этим и не имеет смысла останавливаться подробнее один момент который немножко более подробно хотелось рассказать это технику депт менеджмент управление техническим долгом это не совсем типичный кипя и однако его использование в последние годы существенно выросло он используется как собственно кипя и как объект для торга и продаж как какая-то переменная для соблюдения баланса между разработкой нового функционала и закрытием какого-то бэклога и стабилизации также отслеживание технического долга помогает усиливать вашу переговорную позицию технический долг это не всегда плохо он присутствует абсолютно в любом проекте на любом его этапе важно всегда соблюдать баланс между долгом таймлайнами отличать технический долг от говнокода и от ошибок на уровне архитектуры здесь вот согласно исследованию страйпа разработчики в среднем тратит около 30 процентов рабочего времени на то чтобы работать с техническим долгом поэтому я бы очень рекомендовал отслеживать его контролировать своих проектах использовать например в переговорах разработки нового функционала это немножко другую другое то есть тут я говорю про технический долг вот эти вот тринадцать с половиной часов из 40 бэд код ну это вероятно какой-то плохой код это наверное пишут плохой код я сейчас сейчас не измеряю в часах я рассказываю про исследование страйпа которое было проведено по поводу оценки количество часов затраченных на работу с техническим долгом здесь приведена просто диаграмма из этого исследования я про это совсем не рассказываю я просто рассказываю против это не метрика нет я это не метрика в этом исследовании да она говорит об этом это не совсем то метрика который я собрался рассказывать поэтому давайте пройдем дальше да вот про пример как бы реальный пример это был один из наших проектов кроссплатформенный софт для проведения презентаций он позволяет аккумулировать огромное количество различных типов форматов файлов и делать из них что-то типа плейлиста и потом это можно воспроизводить в виде презентации наш заказчик был очень сильно сфокусирован на разработке нового функционала чем на закрытие технического долга это привело нас к огромному бэклогу который разрастался от спринта к спринту и и в итоге мы поняли что оставшегося бюджета недостаточно для того чтобы закончить проект это в итоге стало финальным аргументом для заказчика мы договорились поставить разработку нового функционала на паузу заказчику это позволило получить 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 инвестиции на следующий этап разработки это пример который был у нас какое-то количество лет назад возвращаясь к нашей основной теме какие какую систему кипя и мы внедрили на начальном этапе это первая первая версия системы которые мы внедрили она основывалась на том что мы измеряли вот эти вот показатели efforts quality and innovation по умолчанию да здесь можно увидеть как это применялось к уровню компенсации по умолчанию мы всегда говорим что рейд это 100 процентов и у нас есть две части это фиксированная часть и переменная часть efforts и quality в свою очередь составляют переменную часть innovation это бонусная часть цифры в процентах это лишь примерная картина того как это может быть использовано на самом деле она варьировалась от каждого конкретного случая к случаю немножко подробнее как это тогда раньше измерялось оценка измерения показателя efforts основывалась на утверждении о том что мы как команда пришли к соглашению о том что и когда должно быть заделиверено обычно мы планировали это в роудмапах и спринтах и с помощью этой метрики мы контролировали как отдельные члены команды соблюдали эти договоренности вы видите пример роудмапа это было очень давно он выглядит не очень красиво вот это давно было показатель quality измерялся на основе очень сложной таблицы со множеством переменных и коэффициентов самом деле было очень сложно предоставить какую-то четко скалькулированную картину основываясь на этой таблице поэтому в будущем это было заменено на более субъективную метрику о которой я чуть позже расскажу да мы пытались измерять уровень инноваций в наших проектах и на тот момент нам казалось что это правильный подход мы старались отслеживать идеи их реализацию в течение определенного периода времени мы старались мотивировать членов команды внедрить и использовать какие-то новые практики и решения на наших проектах на самом деле это казалось неверным подходом потому что отследить инновации практически невозможно в итоге мы оказались с бесконечным списком инноваций которые никогда не реализовывали потому что у нас не было на это времени и это реальный пример того как команда слегка хакнула наши KPI потому что каждый изобретал какую-нибудь идею просто чтобы получить бонус в качестве примера я помню историю изобрести наш собственный протокол для приема и отправки sms вместо smpp это было в телеком платформе которая имеет коннекты с множеством мобильных операторов и представьте себе просто какие-то бесполезные усилия на то чтобы изобрести свой собственный smpp протокол это просто безумие помимо этого innovation KPI он был примером сугубо индивидуальной метрики которая не всегда согласуется с командными метриками существует множество опасений что по поводу перемешивания этих метрик они могут противоречить друг другу и каждый может просто сфокусироваться на своей индивидуальной метрике забыв о командных метриках но что если они одинаковы что если мы установим цели скрам команды идентичными личным KPI это была эволюция KPI которую мы внедрили у себя в компании мы основали свой подход на проектных ограничениях таких как Skidule Budget and Quality они довольно стандартные и лучше всего отображаются на диаграмме Венна Skidule значит что мы всегда хотим получить результаты проекта быстрее budget это должно быть недорого и качество конечно же должно быть хорошим но сделать проект одновременно хорошо быстро и дешево просто невозможно мы не должны выбирать между этими тремя показателями вместо этого мы должны стремиться быть как можно ближе к центру картинки как этого добиться это совершенно другая история я немного поясню почему мы вообще этим занимаемся это вот из того же исследования страйпа скриншот здесь говорится о том что мировая экономика ежегодно теряет около 300 миллиардов долларов из-за неэффективности процессов разработки это огромная цифра наш подход конечно же может вызвать много вопросов и показаться неуместным для многих случаев некоторые будут задаваться вопросом о том что разработчики это очень творческие люди их нельзя ни в коем случае мерить никакими метриками трекать никакими метриками но что если посмотреть на это с другой стороны что если посмотреть на это со стороны проекта каждый проект имеет свои ограничения такие как скоп бюджет и сроки и мы не можем быть бесконечно творческими в этих ограничениях мы должны всегда соблюдать здоровый баланс и предоставлять заказчику соответствующие его запросу решения вспомните что любят делать разработчики когда они приходят в какой-то новый проект как думаете переписать все с нуля это любимое занятие я очень много раз это слышал они приходят и говорят да надо переписать все с нуля и почему потому что сейчас так уже не модно это не в тренде технологии старые еще есть другой миллион причин почему это не будет работать в будущем на этот счет у меня есть немножко другая история просто в качестве философского наблюдения недавно ко мне обратился мой коллега с просьбой что-то поменять в софте написано мной в 2009 году это биллинг платформа которая считает смски с различных мобильных операторов написано кстати она целиком на перле если честно я был вообще в шоке что они ей пользуются что она до сих пор работает и просто в качестве философского наблюдения она проработала все это время без каких-либо доработок и необходимости что-то переписывать также существует дилемма о том что разные метрики должны применяться в продуктовых компаниях и в аутсорс компаниях да может быть я не буду это оспаривать но в любой компании и в любых процессах разработки должен соблюдаться здравый смысл и проектные ограничения я знаю что многие продуктовые компании применяют точно такой же линд подход к своим внутренним командам разработки когда они у них заказывают какой-то определенный функционал за какой-то определенный бюджет и к определенному времени то же самое можно увидеть и с другой стороны когда какая-то продуктовая компания аутсорсит разработку по модели fixed price у стороннего вендора а чем это отличается от той же самой продуктовой разработки практически ничем это тот же проект с теми же ограничениями и каждая сторона заинтересована в соблюдении этих ограничений и в этом случае проект по этой модели становится фактически внутренним для вендора именно поэтому мы считаем что наш подход имеет место быть и считаем его обоснованным так как обновленная версия включала в себя опыт синхронизации командных метрик и личных метрик у каждого в скрам команде по умолчанию всегда есть две метрики такие как sprint delivery and quality это не является наказанием но если что-то идет не так в команде или в проекте мы должны это отметить sprint delivery это так называемый контракт который заключает скрам команда внутри себя есть определенный объем задач которая ожидается быть заделиверенным по результатам спринта команда сама договаривается внутри об этом и если в спринте что-то не было реализовано из-за чьей-то неэффективности или непонимание скоупа то мы должны это отметить соответствующим кпи качество измеряется различными показателями такими как код ревью с фидбэк стабильность кода в различных окружениях архитектурные ошибки и так далее конечно это тоже может выглядеть предвзято но нам важно аккумулировать такой фидбэк собирать его и отмечать если что-то идет не так и как я уже отметил вот эти два показателя sprint delivery and quality есть у всех по умолчанию без исключения я бы немножко больше хотел просуждать на тему оценки качества и может быть пару примеров таких тоже из жизни в общем оценка качества архитектурных решений это как их разработка это самая сложная часть нашей работы решение о применении той или иной архитектуры применяются обычно на уровне команды в результате каких-то долгих обсуждений тестирования этих идей и такие решения основаны обычно на каких-то многих факторах на требованиях которые приходят оценить эффективность выбранного архитектурного решения сразу практически невозможно только спустя какой-то длительный период времени через год или может быть более мы говорим можем сказать о том что да вероятно принятое решение было не совсем верным это происходит неизбежно потому что на начальном этапе на это решение влияло множество факторов такие как технологические тренды и даже состояние мировой экономики и в будущем мы не можем просто предвидеть как это будет развиваться и как изменится важно всегда сохранять здравый смысл и помните проектных ограничениях важно отделять архитектурные ошибки от овер инжиниринга овер инжиниринг это он очень опасен для любого проекта его он не очевиден его иногда сложно вычислить но чтобы избежать этого мы должны всегда применять простой простой подход который называется keep it simple на всех этапах разработки возвращаясь к основной теме это вторая версия схемы кипя и которую мы имплементировали здесь те же самые три части фиксированная переменная и бонусная часть в качестве бонусной части мы стали отслеживать дополнительные активности наших членов команды и мотивировать их брать на себя такие активности в проектах и в компании с опытом сотрудники вовлекаются во все большее и большее количество проектов этим бонусным кипя и мы мотивируем их не меняя их основных планов по основному проекту например сделать что-то может быть небольшое по предыдущему проекту это позволяет нам использовать ресурсы эффективно и не нанимать кого-то просто для поддержки старого проекта в результате персональные кипя и стали выровнены с целями скрам команды кроме того мы обнаружили что зарабатывать бонус на кипя и выгодно для всех сторон конечно это выглядело бы слишком круто если бы я бы не озвучил про проблемы которые возникли первая проблема это про джобоферы вероятно на первом интервью вы не будете говорить потенциальному кандидату о том что ваша система вознаграждения основана на кипя и метриках но вам определенно точно придется это четко расписать в своем джобофере обычно это вызывает необходимость дополнительных пояснений митингов потому что это что-то необычное для кандидатов в некоторых случаях мы начинаем просто с фиксированного рейта добавляя переменные части позже я помню случаи когда наши джобоферы были отклонены именно по этой причине кандидаты не были вдохновлены этой системой и предпочитали более понятные для них флетрейт офферы вероятно многие из вас вы видите пример джобофера и многие из вас вероятно ожидают увидеть просто одну церковь вместо всего этого еще одна проблема заключается в том что на ежемесячной основе нужно проводить ревью кипи и отвечать на вопросы сотрудников касательно определенных отдельных метрик это может быть не не являться проблемой если в команде всего пять человек но если в команде пятьдесят и более то для этих целей понадобится достаточно много автоматизации я расскажу немножко подробнее что мы используем для этих целей и очень вкратце как это работает все наш стэк для автоматизации включает в себя Google Forms, Google Spreadsheets, Fibery и Google Apps Script процесс более-менее автоматизирован но все равно всегда требует проверки вручную на первом шаге есть Google Forms которую сотрудники заполняют самостоятельно важный момент в том что им нужно оценить самим себя и это именно тот момент где возникает элемент взаимного доверия потому что все это потом ревьюится вручную все данные собираются в отдельной таблице которую потом ревьюится менеджером далее salary kpi report обновляется данными kpi из предыдущей таблицы мы также используем в файбере для описания kpi и в качестве вики отпуская больничные экспортируются из файбере с помощью триггеров настроенных в запер тут надо отдать должное в файбере потому что такие триггеры там появились уже внутри и без необходимости дополнительно их настраивать запер но эта автоматизация была настроена еще до этого до того момента когда они там появились затем salary kpi report отправляется в бухгалтерию Google Apps Script генерит payroll PDF файлы в kpi и отправляет их сотрудникам по e-mail после этого последнего шага нужно быть готовым отвечать на вопросы если они есть есть также несколько других версий шаблонов kpi которые мы используем например для project менеджеров и team lead of мы трекаем эти показатели client feedback описывается отсутствием отрицательных отзывов от заказчиков на тех проектах на которых они работают мы понимаем что наши заказчики могут легко легко хакнуть эту метрику но надеемся никто не скажет им об этом для обработки подобной обратной связи существует как минимум ежемесячные звонки заказчиками team health очень интересный показатель метрика он означает что project менеджерам и team lead of нужно отслеживать негативный фидбэк от членов команды и их выгоранием этот показатель интересен тем что он был заработан в качестве в результате негативного опыта на одном из проектов на одном из проектов один сотрудник ходил и постоянно говорил о том как все плохо все было плохо проект заказчик технологии сколп абсолютно все было плохо для него мы ничего не делали с этим мы просто наблюдали но в один прекрасный момент мы поняли что уже три человека в команде ходят и говорят да все действительно плохо все очень плохо если с этим ничего не делать и просто наблюдать то это в любом случае разрастется в огромную токсичную ситуацию размером с весь проект и это однозначно разрушит либо проект либо команду поэтому важно трекать такие моменты и подавать соответствующие сигналы ресурсному менеджеру если в проекте что-то идет не так из-за этого негативного фидбэка возможно мы должны это пофиксить но однозначно мы должны убирать токсичных людей из команды это очень плохой пример для всех это очень заразно понимание продукта описывается тем что каждый в проекте понимает свой скоуп работ и мы не переделываем все с нуля из-за этого непонимания фактически этот показатель очень хорошо трекается показателями предыдущих членов команды такими как sprint delivery and quality конечно нельзя применять эти шаблоны абсолютно ко всем сотрудникам в компании если тут есть sales marketing people они может быть тоже что-то про себя увидят в основном это касается только только людей работающих в скрам командах также все о чем я рассказывал не касается людей которые работают сто процентов а устав в проектах в таких случаях наши сотрудники работают как сто процентов сотрудники нашего заказчика и мы не можем текать ничего объективно кроме как сбора регулярного фидбэка так на самом деле получилось быстро я думаю может быть если есть вопросы у нас есть время у меня есть да ты тут рассказывал но помогает все таки я конечно я вот вторая версия сейчас секунду он на самом деле очень простой но будет нагляднее если вы его откроете так я полагаю вот этот вот да здесь нет единицы измерения тем не менее можно я рассказал про я рассказал про практический опыт как мы их реализовывали как мы их применяли можно говорить о том что за деливерин спринт или нет и например это может быть там да или нет даже то есть 0 1 2 колец я говорил о том что это довольно субъективная метрика мы оцениваем ее по различным фидбэком код ревью стабилити архитектурные моменты да тут не скажешь не измеришь это ни в чем но мы пытались измерять это в цифрах не получается не работает она еще хуже мы пытались сделать это на основе какой-то непонятной таблицы ну допустим 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 позволяет просвать трафик выполнить задач в спринте и внутри показать это спринт был хороший или нет конечно это есть это показывает это но он показывает продуктивность команды это есть но это всего лишь как бы отражение этой метрики то есть мы можем посмотреть туда и сказать реализована эта метрика или нет да я понимаю валите и тогда я понимаю что там под капотом есть цифры сколько вернулось от Q-ray на переделку по-моему но в базовой версии нет ты не вернулся на то верь ну это качество ну это качество он у него сделан да то есть вот метрика качества чем под капотом ее мерить каждая компания ну наверное решит сама ну чем не метрика по-моему прекрасная метрика нет метрика это 1-0 то есть тебя уже не сделано а внутри можно поместить и 0 и 1 и да нет нет а у нас вопрос по поводу третьей составляющей бонусной там прозвучала фраза о том что этой частью мотивируют сотрудников взять там на поддержку legacy но это не взять сотрудники как бы они сами не хотят на поддержку брать да или же все-таки время не выделяется это не всегда legacy это может быть там прямо какой-то вот там вчерашний проект но он уже не ну условно вчерашний проект но он уже не становится актуальным то есть это не всегда legacy да это может быть legacy это может быть что-то действительно очень старое и ну если условно тебе за это не платят дополнительно зачем это брать ну как бы у тебя есть проект ты работаешь 100 процентов на проекте и зачем что-то брать еще на себя даже старое то есть если это приходит в качестве бонуса и при этом мы не меняем каких-то планов по нашему основному проекту то почему бы и нет все стороны только от этого выигрывают потому что другие метрики есть они не в любом случае как стоят то есть есть метрика которая называется спринт-деливерий колите и это пример как это цифры может каждый выбирать для себя вот как точно будет работать для него я не могу дать рецепт то есть я показываю примерные цифры как это мы для себя высчитывали и даже у нас в некоторых случаях она отличается сейчас я покажу вот такой вот это сейчас сейчас вот в одном из проектах похоже что-то происходит да это проблема и иногда сразу это не увидеть невозможно оценить как я говорил какой-то вот качество архитектурных решений сразу мы это не можем оценить мы говорим что вроде бы все нормально но потом в конце понимаем что там оказывается не только качество архитектурных решений а был какой-то овер инжиниринг и эта проблема на будущее которое мы вероятно должны придумать как решить меня нет рецепта но мы знаем что это есть может не лего си да такое может быть это проблема что такое технический долг я него не дам там прям точного определения но технический долг это то что мы списываем то что мы потом будем что-то что-то доделывать что там то что мы не реализуем прямо сейчас и ну то может быть масса вещей это очень такое обширное понятие не дам точного определения да я этого определения не знал но сейчас посчитал тоже там написано что это чаще всего если какой-то MVP проект допустим ну или нужна быстрая разработка и то есть что-то делаете что точно потом знаете что это будет переделами вот это есть технический долг что вы на будущее оставляете чтобы сделать вот это вот нормально он есть любых проектах это нормально иногда в итоге этот долг ну он может как например там банковский долг он может списываться произошло списание и все да 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 не совсем представляю какие метки сначала сам человек да 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 очень интересный вопрос там стандартные вопросы которые соответствуют вот всем тем теперь им то есть спринт-деливери там условно quality какие-то дополнительные те задачи которые не совсем не совсем так но как бы смысл сводится смысл свой нет там не спрашивается о том как сам считаешь как качественно написал как ты сам считаешь выполнил ли ты например там то что должен был выполнить а что еще было дополнительно какие-то дополнительные комментарии ну я не приводил здесь пример этой формы но она но это же не как бы опрос но это все ревьювится и в случае если есть то есть это не вопрос на который нужно ответить верно или неверно да то есть эта информация которая дает человек по результатам работы месяца и далее собирается фидбэк от всей команды действительно ли это так было на уровне ну например на уровне project manager или тимли да и если есть какие-то расхождения то мы разбираемся и пытаемся понять как это не теперь это ну пусть эта цепочка как работает автоматизация да 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 но эта форма которая отражает те метрики которые мы хотим оценивать да но там не все ну то есть понятно мы не можем сказать самое оценить качество самостоятельно это это нереально нет там текстовый текст ну во первых если очень много людей по другому наверное практически никак во вторых нет на самом деле когда люди ревьювят сами себя это очень это очень эффективно это это работает то есть это такая самокритичный подход когда ты понимаешь что ну ты не можешь писать там какую-то абсолютно чушь там это все равно как быть что-то читается вопросы потом будут задавать поэтому и это позволяет ну как бы самокритично подойти и понять для чего это вообще делается возможно таких случаев не было но возможно может быть что именно нет это буквально там четыре поля заполнить это быстро делается еще вопрос насколько ну я не знаю есть такая практика нет чтобы ну как бы по факту что вы делаете в любом случае это какой-то продукт который кому-то подается вот то есть мне лучше ли тогда KPI да более индивидуальные в зависимости от продукта или от проекта но которые будут основываться на требованиях захватчиков и допустим эта идея что новые ключи там и так далее как бы с одной стороны да это хорошо но чтобы не было такого как вы писали раньше что придумывают на нужные ключи это согласовывать с клиентом ну или чтобы мерить это KPI то есть вот хочет девелоперенциал поменять там одну библиотеку HTTP на другую там вопрос зачем и если он может на это ответить ну как бы как это улучшит проект и если он может на это ответить то как это померить то есть допустим там бесплат ставь будет меньше допустим я не знаю там весь трафик просто меньше станет ну я не знаю там использовать вместо типа plane и HTTP использовать жизнь ну компрессию имею ввиду ну и вот такие вот штуки которые уже в цифрах можно померить и потом спросить нужно что-то будет все очень отличается от проекта к проекту разные ситуации зачастую заказчикам вообще в принципе все равно что там под капотом и как она будет работать ну не всегда конечно но часто им все равно то есть важно важно соблюсти вот эти ограничения и нам важно под эти ограничения подстроиться и понять что мы туда ничего лишнего не напихали потому что часто происходит так что очень очень много лишнего делается и потом в конце мы осознаем что это было лишнее и это было неправильно поэтому да если это происходит на уровне договоренности и в проекте заказчиком есть такие договоренности что там можно что-то улучшить нужно что-то улучшить и да такое тоже есть давайте наверно закруглимся я знаю что у всех много вопросов это очень интересная тема у меня на самом деле тоже есть два вопроса, но я не буду их задавать потому что мы уже выходим немножко за время Сергей все еще будет тут да я буду тут и вы сможете поймать его в перерыве и задать все остальные вопросы спасибо спасибо вот сейчас у нас будет первый вот сейчас у нас будет первый